У нас есть для этого достаточное количество ресурсов. Дело в том, что в силу своей профессии я побывал практически на всех больших производствах украинских. Я был на больших, огромных заводах, существовании которых я даже не подозревал, что у нас такое может быть. Южмаш. Южмаш, да, окей, Южмаш тоже хорошая, большая, милетаристическая такая структура, но поверьте, есть гораздо более интересные производственные мощности А украинские. Ну, подождите, а эти мощности, их же надо, товар куда-то деть надо? Ну, вот в том-то и дело, что сейчас все эти мощности А обладают своим рынком сбыта. В России? Нет, почему в России? В России, я на самом деле для России там практически, наверное, никого и не видел. Вот, у всех есть свои рынки сбыта, у кого-то в Азии, у кого-то там в Африке, у кого-то в Европе, ну, то есть, каждый, да. То есть, достаточно независимо. Достаточно независимо, да, и их очень много. Ну, для меня это было, ну, прям открытие, вот, у меня был период, я почти 4 года, ну, вот, практически беспрерывно ездил и катался по разным заводам, да, предприятиям, да, и, ну, как бы, я понимаю, что в нашей стране есть. Вот, и при этом понимаю, что если мы, допустим, направились в Европу, да, то есть, у нас есть какой-то определенный вектор, вот, к которому мы стремимся, если вдруг получается так, что мы примыкаем все-таки к Европе, становимся частью Евросоюза, мы становимся частью рынка, вот, где все делится по квотам. Ну, то есть, мы получаем сразу же какую-то свою квоту. У нас, например... На этом рынке, ну, если вы в Африку продаете, так что? Нет, квота продавцов. То есть, если, допустим, взять зерно, у нас огромные мощности по производству зерновых культур. Просто, ну, я даже не знаю, как их описать, очень много. Вот, и если мы становимся, ну, частью Евросоюза, то нам не разрешат столько продавать зерна, потому что есть еще Германия, есть еще Франция, есть еще огромное количество стран, которые тоже продают зерно. Ну, подождите, во вне рынка? Ну, да, да. Может быть, кого-то внутри рынка? Сколько в Европе можно продать? Нет, все, ну, то есть, получается, что, ну, вот, допустим, да, вот есть этот кабинет, вот, я продаю, допустим, скрепки, и вы продаете скрепки, но я, например, продаю скрепок, ну, могу продавать скрепок больше, чем вы, соответственно, я буду для вас конкурентом, но мы-то в одном кабинете сидим, вот, и поэтому нам надо как-то делить, то есть, сколько кто сможет делать скрепок для того, чтобы вас не обидеть, ну, и как бы я не видел, не остался, да. Ну, допустим, Украина продает в Евросоюз, например, сколько-то стали и угля, например, да, и став частью Евросоюза, она не сможет этого больше делать, потому что в Евросоюз продавать она была по квотам, но если она продает в Южную Корею, то она бы уже продавалась... Ну, там есть какие-то сложности, я просто общался с людьми, вот, как раз, ну, вот, с директорами этих заводов, и, ну, я не экономист, я тяжело это понимаю, но вот то, что я понял, вот, это то, что, вот, допустим, им, если мы присоединимся к Евросоюзу, у них уже не будет возможности в таких объемах продавать свою продукцию. То есть, вот это я понял очень четко из первых уст. То есть, какие там нюансы с этим связаны, я, если честно, ну, как бы могу еще раз у них спросить. И, там, допустим, если это будет интересно опубликовать у вас на форуме или где-нибудь в комментариях на Ютьюбе, почему именно это происходит. Но этот момент существует. Вот. То есть, как бы, понятное дело, что у нас там многие были в Европе, там, романтика Европы, все такое, то есть, там, задурманенный немножечко взгляд. Но движение в Европу чем вызвано? Ну, кроме того, что, допустим, хочется иметь свободный въезд-выезд, вот, как бы, да? Ну, вот, по сути, вот, честно, честно, по сути, только этим и вызвано, на самом деле. Но я, например, других мнений не слышал. Вот, безвизовый шаген, там. Я слышал мнения, например, вот, Кравчук, там, там, говорил вот на эту тему, и он сказал, что, конечно, нам проще, он говорит, быть там, вот, в этом Евразийском Союзе, потому что требования никакие, там, воруют, воруют, все вот тут воруют, там, воруют. Нет, ну да, там коррупция, у нас коррупция, ничего принять не надо. А если мы пойдем в Европу, то нам придется подстраиваться, нам придется быть чище, нам придется там, туда-сюда. Говорит, конечно, вот, там, проще вот так, привычней вот так. То есть, все-таки, я думаю, что, наверное, в этом что-то есть. Потому что, я видел, что вот эта коррупция, взяточничество, вот эта вот дрянь, она абсолютно всех выводила из себя. Ну, это, да, это очень тяжело. И, может быть, выход в Европу, это единственная надежда от этого избавиться, потому что не выход в Европу, или выход, там, скажем, в Россию, да, это, как бы, гарантия того, что ничего не изменится. Не, ну да, это сто процентов. Именно поэтому никто не хочет в таможенный союз. Ну, то есть, все против этого, потому что это будет только укоренять и, ну, как бы, усиливать только то, что, то, чего не хотят сейчас люди. Вот, то есть, это, как бы, просто, ну, противоположный вектор. Как бы, путь, куда убежать. А есть еще какой-то? Ну, это, на самом деле, вот, вашу мысль, вот, которую вы озвучиваете, она, ну, ее очень мало кто осознает. То есть, это, ну, вот, то, что Европа, это, как бы, цель убежать. От того режима, который есть сейчас. Вот, ну, это буквально единицы, это понимаю. То есть, все, по большей части, просто хотят в Европу, потому что, ну, потому что это, вот, клево, тренд такой, да. Я думаю, что все-таки есть надежда за то, что как-то изменится, изменится жизнь. Не, ну, конечно, да. Не, не, не просто путешествовать или там на работу поехать. Хотя, мы знаем, вот, у меня же здесь много ребят из Венгрии, из практически вот любой страны Евросоюза, из Восточной Европы, которая бывшая, да, и из Прибалтики полно. И я вот им, когда вопросы эти задаю, они говорят, что молодежи практически не осталось. То есть, молодежь не хочет в этом вот во всем. Она уезжает в Европу, а остаются те, кто хочет пособий, гарантий, вот, то, что называется, entitlement. Вот, и совсем плохо. То есть, они говорят, ну, просто плохо, вот, обстановка не та. И вот они жалуются, что вот это Дибросоюз, он нам просто забрал у них молодежь, и все. Вот, так что... Ну, может быть. Не знаю. Я, например, ну, у меня просто, ну, так сложились обстоятельства, что я, например, могу без проблем жить в Европе, я могу немецкое гражданство получить, это не составит вообще никакого труда, ну, я часто бываю в Германии, там, у меня есть родственники, вот. Но я, например, ну, вообще не тяготею туда. Для меня это абсолютно какая-то чуждая местность. А вот такой вопрос еще. Вот в связи с этим обострением, которое сейчас вот, да, с Россией. Мы понимаем, что в средствах массовой информации там идет страшно чего-то, страшно смотреть вообще, и какое-то ожесточение происходит в сердцах, в умах, там, и так далее. Нет, скажем, какого-то негатива больше, чем было, например, там, скажем, у украинцев, там, к живущим на Украине русским, или там, у русских живущих на Украине к украинцам. Ну, среди своих внутри. Нет, на самом деле нет, среди своих внутри нет. Никак. Вот на внешнее, конечно, очень сильно там все поменялось. То есть, там у людей просто на этой почве рак мозга начался. Ну, причем с обеих сторон, с российской, с украинской. То есть, тут... А что касается людей, которые в Украине живут, ну, там никаких проблем нет. То есть, все свои, все свое, никто ни на кого не... Ну, как бы, зуб не точит. Ну, главное только совпадать с общественным мнением. Ну, то есть, если, допустим, ты находишься в Киеве и кричишь на центральной площади, я хочу, чтобы Путин был президентом Украины, то, понятное дело, что, как бы, обострение будет. Вот. Но если ты этого делать не будешь, никто... То есть, если ты хочешь это кричать, ты тогда езжай в Россию. Езжай в Россию, там кричи сколько угодно. Да, да, да. То есть, главное, да. Главное, что твое мнение совпадало с общественным. Если такое совпадение есть, ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть хоть родственником Путина, никто тебе слова не скажет. Наоборот, это даже будет плюс, что вот родственник Путина, а тут как раз вот, да, да, с нами. То есть, все-таки поляризация такая происходит. Ну, да. Нет, да, поляризация, причем очень-очень сильная. А вот, скажем, пожилые люди, все-таки они живут на пенсию. А гривна обесценилась там в половину, да? Больше уже. Скажи больше. Да, я вот пока летел еще больше. Нет, смотрите, вот я помню, полтора года назад это было 8 гривен на доллар. Да, сейчас 13 с половиной. Ну, хорошо. Значит, вот гривна, пенсионеры, как они выживают или индексируют? Ну, как, индексируют, конечно, но с огромной задержкой в несколько месяцев. Ну, а вот как они воспринимают? Ну, я не знаю, если честно. У меня, ну, это такой вопрос, с которым я очень редко сталкиваюсь. Но я вижу пенсионеров, конечно. Понял, хорошо, такой вопрос. Люди, которые, вот беженцы, да, там, мигранты такие, они переезжают откуда-то. Может, там из Крыма кто приехал, может, там из Донбасса. Значит, у них есть работа? Они в состоянии найти работу? Ну, многие есть, да. Но вот мы, допустим, летом снимали дачу за городом. Вот, на лето. Под Киевом? Под Киевом, да. Где, где снимается? В Глевахе. Ага, так. Вот, ну, там недалеко совсем. Вот, и когда лето закончилось, переехали обратно в город, и за нами как раз заселилась семья из Луганска. Вот, то есть у них там начались волнения, да. Они переехали, да, они переехали, да. Они переехали с работой, ну, то есть они чем-то занимаются. Ну, то есть там не, как это сформулировать? Не бомжуют. Ну, да, не бомжуют. Ну, какие-то есть пособия, как их поддерживает кота? Ну, честно, я не знаю этого. Я, мне так неловко было с ними общаться как-то, я не знаю. Я почему-то, ну, в таких ситуациях испытываю какое-то чувство, ну, не знаю, стыда с жалостью перемешанного. Ну, это, ну, я не знаю. Я понимаю, о чем вы видите. У меня тоже так бывает. Особенно, знаете, я вот сейчас уже как-то немножко научился, когда помоложе был, и где-то умер человек, или что-то, я не знал, что сказать. Ну, да, ну, это вот, да, вот очень похоже. Да, да, ну, что они, как бы, вроде, я даже вижу, что они жаждут общения, они хотят чем-то поделиться со мной, а я не могу, ну, как бы, настроиться на эту волну, чтобы, ну, произошел вот этот вот контакт. Ну, что же, ладно, давайте мы тогда отпустим нашего зрителя. У нас есть такой народ, знаете, упертый, они до конца все смотрят. Вот, и, ну, давайте мы их тогда отпустим, там, скажем им, что мы им скажем? Ну, ну, удачи пожелаем. Стартапов. Да, стартапов. Да, ну, и, ну, и в целом, чтобы все хорошо было. Ну, да. Давайте так помашем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok